Капитан команды Локомотива Ю-17 Артемий Косогоров. Артемий, прокомментируй результат. Да, результат, я думаю, по игре. У нас и у Краснодара были мои моменты. Решал, кто его реализует, но сыграли ничью 1-1. Я думаю, заслуженный результат. Хотели, конечно, побеждать, но, увы, не получилось забить. Показалось, что Локомотив подсел во втором тайме. Так ли это план на игру, либо Краснодар заставил так прижаться немного? Да нет, я думаю, плана на игру такого не было. Думаю, Краснодар помог нам это сделать, сесть. Но мы пытались играть в свою игру, немного подустали, но, я думаю, сумели выдержать и неплохо атаковали. А когда пропастили первыми, не казалось, что упустите игру? Да нет, не казалось. Мы всегда играем только на победу. Хотели забить, и это получилось. Увы, не получилось забить второй. Удачи в следующих играх. Капитан команды Краснодара «Ю-17» Михаил Сухорученко. Миш, чего не хватило Краснодару, чтобы довести матч до победы? Мне кажется, мы создали очень много моментов. Надо было всего лишь забить второй год. Мне кажется, команда соперника уже бы не сильно сопротивлялась, и мы бы дожали в концовке. Расскажи, что была за такая заварушка возле штрафной, что град желтых карточек посыпался? Ну, игрок «Локомотива» уже после свиска трогает нашего игрока, соответственно, эмоции. Наш игрок тоже ответил. И там уже товарищ судья решил раздать всем желтые, кто участвовал в этой заварушке. В принципе, все. Хорошо, Миш. И такой вопрос. После забитого мяча Краснодар все же пропустил. Чего не хватило, чтобы уйти на перерыв, ведя в счете? Мне кажется, чуть не доиграли. Там был эпизод, позиционная атака соперника. Каждый немного, мне кажется, не доиграл в своем эпизоде. Но, соответственно, все вылилось в угол. Спасибо, Миш. Главный тренер «Локомотива» Ю-17 Алексей Андреевич Румянцев. Алексей Андреевич, прокомментируйте результат. Закономерен ли он? Ну, на мой взгляд, закономерный. Да, игра была такая напряженная, с переменным успехом, наверное. Где-то мы вводили инициативой, где-то соперник чуть активнее играл. Поэтому, я думаю, счет по игре. Но для вас увезти очко из Краснодара – это больше положительный результат, чем отрицательный? Мы за тремя приезжали. Ну, не знаю. Хотели выиграть, конечно, но в любую сторону, да. Так скажем, результат. Матч на три результата был, да. Могли и проиграть, и выиграть. Поэтому, не знаю. Наверное, все-таки, если говорить о первом вопросе, результат закономерный. Если он и по игре, то тогда, наверное, да, положительно. Вывозим очко. Благодарим вас. Спасибо. Главный тренер Краснодара Е18 Андрей Иванович Чуцкий. Андрей Иванович, прокомментируйте результат. Закономерен ли он на ваш взгляд? Ну, считаю, должны были сегодня не выигрывать. Не забили в первом тайме моменты. Пропустили гол после ошибки в обороне. Вот, поэтому, я думаю, должны были выигрывать. Провели, наверное, не то, что два разных тайма, а полтора. Полтора тайма были неплохие в нашем исполнении. Потом после забитого мяча опять мы то ли успокоились, то ли испугались чего-то. Отдали сопернику инициативу, вследствие чего пропустили мяч. Можно ли говорить об элементе невезения, потому что в первом тайме, по-моему, три раза каркас ворот играл за москвичей? Да, ну, везение. Тот или забил, или не забил. Спасибо. Благодарим вас.